Пресвященный епископ Леонид Сегодня Царь Небесный Утешитель Дух Истины через возложение рук архипастовских заделал Тебя преемником апостола. Ныне Ты стал продолжателем их богозаповеданной миссии на земле, миссии свидетельства ближним и дальним о воскресении Христа, о Его победе над смертью, о торжестве жизни. По решению Священного Синода Тебе надлежит влюсти наследие Господне в образованной не так давно в Шумской епархии, Рядской Метрополии. Но прежде чем Ты отправишься в обверенный Твоим заботом у дел, внемли наставлению, которое мне следует преподать Тебе согласно древней традиции. Еще в молодом возрасте в Твоем сердце возгорелся пламя любви к Богу и Его Святой Церкви, подвигший Тебя получить духовное образование, а впоследствии применять монашеский постык в Оптиной пустыне. Всей прославленной обители под руководством наместника Архимандрида Венедикта, а также на ее подворье в Санкт-Петербурге ты духовно укреплялся и возрастал, исполнял различные послушания и обрел многообразный ценный опыт. Теперь Тебе предстоит использовать его вкупе с данными Тебе отбудоспособностями для благоустроения жизни местной церкви. Пусть все доброе, что ты снижал в предшествующие годы, станет Тебе прочным поспорьем в дальнейшем трудах. Пусть путь, на который ты вступил сегодня, нелегом, тернист, полон испытаний и саплазнов. Он таков для тех, кто стремится ревностно и честно совершать свое служение и, подражая примеру Господа и Спасителя, подвигоположника нашего спасения, отвергается себя, по слову Евангелия, берет свой крест и следует за ним. Христос учит, что человек, который потеряет душу свою ради Него, Евангелие сбережет ее. Не забывай этих слов. Речь идет не только о бессмертной душе. Господь не призывает ее губить. Речь идет о жизни, которая дороже всего для человека. Так вот, кто жизнь свою ради Него, Евангелие, положит, тот сбережет ее для жизни вечной. Помни, что все твои поступки и устремления должны быть направлены на пользу Церкви. Совершая епископские труды, никогда не жалей себя. И все лучшее отдавай Богу и свои силы, и время, и знания, и умения. Воспринимай архиерейский сан как великую ответственность за проповедь Слова Божия в обверенном Тебе уделе, за духовно-нравственное состояние Твоего клира, вверенного Тебе народа, за их возрастание в христианских добродетелях. Как ты сам сказал в слове при наречении воепископа, увещевай своих чад не только посредством наставлений, но прежде всего своим примером, следуя впереди всех в исполнении евангельских заповедей. Как доблестный военачальник, подымаясь в атаку, говорит не вперед, а за мной, так и каждый архиерей, подымаясь в атаку, должен сказать народу за мной, он должен быть впереди, со всеми вытекающими из этого последствиями. Даже если это первенство оборачивается жертвой. К этому призываемся мы, архиереи, великий день совершения над нами рукоположения. Ведь именно так поступал и преподобный и богоносный отец наш Сергий Радонежский, личность которого оказывает огромное духовное влияние на наш народ по сей день. Он был тем, кто шел впереди. Когда мы говорим от своего опыта, когда наши слова не расходятся с нашими делами, тогда они становятся по-настоящему убедительными, воздействуют не только на разум слушающих, но достигают их сердец. И такая проповедь, подкрепленная собственным примером, является наиболее действенным средством, с помощью которого мы можем обратить ближних и дальних ко Христу, побудить их привести свою жизнь в согласии с законом Божиим. А что это означает для жизни современного человека? Жить в согласии с законом Божиим – это означает преобразовать весь мир, который сегодня проходит через множество кризисов и испытаний. Пусть твоя душа будет свободна от лукавства и злобы мира сего, дабы ты мог непредкновенно вести в вечность свою паству и выжигать в людях огонь веры. По слову Писания, слушайся глаза Господа, соблюдай заповеди Его, инпоставления Его, и Он с избытком даст тебе успех во всяком деле рук твоих. Так Господь вещал в Ветхом Завете избранному народу, и сила этих слов не теряет своей актуальности сегодня. Никогда не забывай, что настоящий успех в наших начинаниях зависит от того, как мы живем, имеем ли мы непорочную совесть пред Богом, ходим ли пред Ним, верны ли мы Ему. Особенно это касается нашего служения Церкви, которое приносит обильные и добрые плоды только тогда, когда мы совершаем его в чистоте сердца. Помни, что лишь административными методами, сколь совершенно бы они не были, невозможно достичь всех тех целей, исполнить стоящие сегодня перед нами задачи, которые отражены также и в соборных постановлениях и на их важных документах, принятых нашей Церкви в последние годы. За тысячелетия своего существования она смогла выставить среди многих страшных испытаний не из-за какой-то особой человеческой мудрости или силы своих членов, а по одной единственной причине, потому что является не человеческим, а богочеловеческим организмом, глава которого всемотгущий владыка мира Христос. В этом организме, оживотворяемом Святым Духом, и законы действуют духовные, а не только человеческие. Следуя этим законам, со смиренным упованием на промыслителя всяческих, преклоняя пред ним колено своего сердца и спрашивая у щедрого дародателя помощи в каждом своем деле, старайся полностью верить себя ему. Так ты будешь созидать жизнь церковную на твердом основании, на спасителе нашем Иисусе, камне, как сказано в Писании, краеугольном, избранном, драгоценном, и верующий в него не постыдиться. На месте твоего служения тебе предстоит подъять немало трудов, связанных с совершенствованием всех сторон епархиальной жизни. Для того, чтобы должным образом отвечать на вызовы современности, нам нужно активно развивать миссионерскую, катехизаторскую, просветительскую, благотворительную деятельность, заботиться о формировании новых православных общин, об открытии для них храмов, о должной подготовке кандидатов в клир, особое попечение в изымей, об организации на приходах воскресных школ, где бы люди разных возрастов могли постигать церковное учение, с пользой проводить свое время, устанавливая друг с другом братские связи. Потому что приход, в том числе, призван и объединять людей. Это должно быть местом воспитания солидарности нашего общества, которое основывалось бы не на человеческом мудровании, а на заповеди Христовых, на великом божественном призыве быть едиными, как и мы едины, как Бог един во Святой Троице. Архиерейское служение, как тебе известно, обычно окружено почетом и уважением со стороны других людей. Однако помни, что все это мы получаем зачастую не по каким-то своим заслугам, а по любви людей. И не только к нам, но к великой церковной традиции, которая стала частью нашей могучей культуры. Так народ Божий, невзирая даже на наши недостатки, чтит высокий епископский сан, ту благодать, которую ты сегодня получил, как некогда ученики Христовы в Сионской горнице. Никогда не превозносись над своими подчиненными или другими людьми, сколь бы незначительное положение они не занимали в обществе. По призыву апостола Павла, умеряй свою строгость, зная, что и над тобой самим, и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Но ни в коем случае не теряй способности критически оценивать окружающую действительность, в том числе и тех людей, которые тебя окружают. Потому что епископ при всем смирении призван быть блюстителем. Значит, всегда хранить бодрствование и бдительность. Потому что именно с этой функцией, с этой обязанностью и связывается епископское служение в Церкви, призванное объединять народ, вести его ко Христу и преодолевать все возможные нестроения. Многий в щедротах и неизреченный в милости Спаситель наш Иисус Христос добудет тебе наставником и помощником на предлежащем тебе поприще. С таким напутствием приизми сей жезл, видимый символ епископской власти и благослови предстоящий народ, вместе с нами молившийся о даровании тебе непорочного архиерейства. Аминь. 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 Аминь.